В практиках существует установка, во всяком случае, особенно спортивных, очень многих, когда говорят, для того, чтобы иметь результат, надо очень долго тренироваться. Вы, наверное, с этим сталкивались. Есть люди, которые очень долго тренируются, ну, у кого-то есть результат, у кого-то нет. А есть люди, которые приходят, вот он только вошел в какую-то практику или начал заниматься спортом, у него раз выстрелил. Чего это зависит? Это зависит от базовых установок человека. Это все прописано внутри человека. Если у человека на базовом уровне прописано, что я достигаю цели быстро, цель дается мне легко, мне не надо страдать и так далее, куча программ таких вот, идущих внутри человека, они проходят автоматически, бессознательно. И если у человека в базовых установках нет, не надо долго тренироваться, не надо страдания, не надо всего этого, то у вас результат имеется быстро. Если у вас там есть, то результата нет. И вам тогда надо ходить, тренироваться, работать. То есть, например, одна из задач, вот объединение небольших людей, это в том, чтобы убедить человека, сменить базовые установки и сказать, нам надо группой медитировать годами для того, чтобы вы выстрелили. И человек тогда, когда у него идет подмена вот этого программного обеспечения, а если вы приходите в объединение, вам все равно его будут подменять каким-то образом, потому что это эгрегор. И эгрегор за то, чтобы расширяться, для того, чтобы ему расширяться, это отдельная субстанция сознания, сформировавшаяся. У нас же сознание может существовать как на клеточном уровне, да, на атомарном уровне, так и на социальном уровне. Уровни сознания очень хорошо относились к психотерапии, и ими пользуется наша медицина. И это неотвергаемый факт, который уже существует на сегодняшний день в объективной реальности. Так вот, но эгрегорные структуры, они как бы, вот они еще вне науки, но их уже не игнорируют, да. Вы пришли туда, эгрегор, надо становиться шире, ему надо развиваться, ему нужна новая батарейка. Значит, на вас будут откатываться определенные техники, которые вы хотите принимаете, хотите не принимаете. Но каждый раз, когда идет какая-то установка новая в вашу голову, вы должны ее четко фильтровать и видеть, вот это техника, я могу это принять, могу не принять. И на сегодняшний день вот это умение, во-первых, брать по всему игровому полю, а во-вторых, фильтровать ту информацию, которая в вас заходит, разными образами. Это уже техника безопасности, потому что сегодня идет информационный перегруз у людей. И реально этот информационный перегруз очень большой. Примеры, когда, ну вот элементарно, интернет, сегодня открываю газету, статья такая очень хорошая, написанная на Тудбае, где рассказывают про молодую девушку, которая там в парикмахера начала работать, бизнес свой сформировала, что все открыто и доступно человеку. И буквально в конце одна фраза, девушка говорила там про клиентов, и дальше вставляется реклама МТБ банка. Причем реклама вставлена настолько четко в эту статью, что человек, который не видит, каким образом, это НЛПшная технология, на самом деле, достаточно простая, но человек, который не понимает, что это всего лишь разновидность психотехника, откатываемая на нем, да, он читает всю статью, и у него на автомате в голове формируется для того, вот эта девушка стала успешной, потому что вот у нее свой бизнес, и потому что она взаимодействует с МТБ банком. Надо идти в МТБ банк. Прямая дорога. Классно, да? Вот таких вот вариантов, их очень много, и фактически какой материал не открой, это видно. Но если вы там изучали НЛП-техники, вы их где-то фильтруете, но кроме НЛП-техник сейчас такое количество новых техник появляется, что вот просто смотришь и понимаешь, либо у тебя есть какое-то ядро, база, на которую ты можешь ориентироваться, либо тебя запакуют. И потом ты... Интуитивно как-то ты чувствуешь? Даже не обязательно же это изучать, что просто увидеть вот эту язык. Дело в том, что интуитивно, очень большой процент считывается интуитивно, это считывается как такое предостережение внутри звоночек. Он раздается в каждом человеке, что здесь есть подвох. Большинство людей пропускает этот звоночек, и говорит, ну, нет, внешне же все нормально, здесь же написано про эту девушку, да, все классно. Но звоночек, он есть в каждом. Умение слышать звоночек, ну, понимаете, для того, чтобы слышать звоночек, надо практически все время находиться вот в этой реальности. Надо все время продолжать чувствовать свое тело, находиться в моменте здесь и сейчас, понимать, что я творец, я беру на себя ответственность за все, что, ведь это же сопряженные все моменты, да, я беру на себя ответственность за эту жизнь, за все, что происходит вокруг меня. И вот когда в этом восприятии вы будете слышать интуицию, а когда вот в этом восприятии вы не будете слышать. И когда вот в этом восприятии вдруг случается, что вы открываете материал и начинается загруз, а загруз-то все равно будет идти, вне зависимости от того, в каком восприятии вы будете идти, все равно идет взаимодействие. В таком случае интуиция не срабатывает, но срабатывают знания, когда видишь, что тык-тык-тык, нестыковка. А еще очень хорошо, когда точка восприятия гибкая, человек может вышел, вернулся, вышел, вернулся. На самом деле мы можем ежесекундно менять вот эти состояния. Если мы находимся в любви, вот это базовое состояние у нас есть, то состояние торможения, активность в мозге, они меняются молниеносно. И вот когда привыкаешь жить таким образом, но вот эта привычка, она же нарабатывается. Как менять? То есть грубо говоря, я там вот посмотрела, там впала в печаль, потом думаю, так, а почему это происходит? Когда мы говорим о печали, это состояние. Нет, состояние мы держим. Состояние у нас все равно остается в состоянии любви. Постоянно. Да. Вопрос, куда мы переносим внимание. Если внимание, торможение и состояние, это те две вещи, с которыми мы научились жить. На первом клубе, я говорила, первая практика, которую желательно начать делать, это научиться жить. Я присутствующий, я здесь, я наблюдаю за собой. Сразу двойное восприятие у человека. Да, это тяжело. Потом через неделю такой тренировки, те, кто начал делать, они начали слышать, что у них в голове идет нормальный разговор, за ним можно наблюдать. И этот разговор ума и эго. Помните, есть у человека ум, есть у человека эго, есть у человека тело, есть у человека дух или энергоинформационное поле, есть у человека душа, да, отделена. Так вот, эти вот первые три составляющие, если записать в таком варианте, понимаете, это еще, еще сокращение схемы, упрощение, да. Когда у вас это в голове будет приходить, вы будете понимать, что на уровне тела работает точка переноса внимания. Если вы переносите внимание вовнутрь, чувствуете, на какое-то мгновение ушел, как я к этому отношусь, какие у меня отзвуки в теле, что я чувствую, когда я читаю вот эту статью, опа, надо сместились в субъективное восприятие. Здесь у вас уже есть интуиция. А потом вы перешли сюда, да, вы перешли вовне, в наружное общение. Но это надо позволить себе периодически окунаться в себя, в себя наружу, в себя наружу. Вот такая раскачка. Но эта раскачка, опять-таки, она ведь проводится в определенной зоне. В зоне серовинии, в зоне допуска, в зоне равновесия, в зоне любви, в зоне спокойствия. Потому что если вы включены эмоционально, вот это вот состояние, да, когда она начинает вас разводить, и у вас, например, есть пики эмоциональные, не важно в какую сторону. Но во время пиков эмоциональных вы уже ни интуицию, ни себя слышать не будете. Потому что вы не выравнили состояние. Как это состояние выравнивать? Состояние на уровне ума я его выравниваю, рассказываю себе там, я творец, я что-то там создала и так далее. Возвращаемся ко второму занятию, да? Помните, когда вас несет, когда у вас не хватает энергии, вышли дракончика, сделали и продышались, да? Самое простое, вы продышались, через дракончика вошли в состояние равновесия и спокойствия. Интуиция живет только в зоне серовинии, в зоне равновесия. Как только вы вышли за пределы, это значит эго начало вас уже уводить, разводить, да? А эго разводит когда? Когда вы же тут же, ну, если пошло эго с умом сильно оборвались в голове, то торможение, состояние торможения мозга и внутреннее состояние равновесия, они уже нарушаются. Если вы делаете практику, я наблюдатель и я одновременно в теле, да, я играющий, то чутко слышите, что у вас внутри разговаривает эго и ум. Если вы в эту практику еще углубитесь, то вы можете различать, где говорит ум, потому что его разговор, это разговор совсем маленького ребенка, и где разговаривает эго, там, где разговаривает личностные характеристики, включение эмоциональное на уровне любого из тел человека, да? И в таком случае у вас уже есть разница, вы уже видите, у вас две составляющие. А если потом со временем еще углубиться в эту практику, да, чуть позже мы к этому подойдем, вот, когда у вас это получится, получится так жить, когда вы начинаете жить, не практиковать, вот я сделала пять минут практики, и вы так живете, вы к этому привыкли, это ваш стиль жизни, это вошло в вашу жизнь, у вас это проходит постоянно вот так. И когда вот до этого состояния вы уже дошли, в таком случае, дальше можно навернуть, что эго на самом деле, оно не одно, там их семь. Я не с ней между собой разговаривала. Но это уже более тонкий вариант наблюдения, вот, достаточно сейчас того, что вы научились различать ум и эго, и это уже нормально, это уже много, потому что как только вы их слышите, вы за ними наблюдаете, вы различаете, вы уже в промажении. А если вы при этом еще внимание перенесли в себе и чувствуете, что у вас состояние внутри гармоничное, спокойно, радостное, да, отследили эго, у вас уже состояние любви. Приложили точку внимания, и вы через точку внимания можете абсолютно спокойно раскачиваться туда-сюда, да. Игра на этом поле, ну, достаточно сильно увеличивается. Сегодня я... Субтитры сделал DimaTorzok